23 февраля Не День защитника отечества, а что-то наподобие отмечается в России. День мужчин. В России День защитника отечества. Насчет Казахстана это очень важно. Ну как бы он обособлен как День мужчин. 23 февраля это какой праздник? 23 февраля надо отмечать. Надо. Ну у женщин есть праздник, а почему у мужчин не будет праздника? Ну 23 февраля это наши времена, наши года были, правильно? Надо. Мне кажется надо. Много очень людей, которые в Казахстане сейчас живут, которые все равно связаны с Советским Союзом и служили Советской Армией. И как бы эта дата все равно остается актуальной. А давайте сейчас углубимся в историю. Откуда же появилась именно эта дата? 23 февраля. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной Гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками Кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали днем рождения Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее, 23 февраля, ежегодно отмечался в СССР как Всенародный Праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День Защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался Днем Мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День Защитника Отечества не столько как годовщину Победы или День Рождения Красной Армии, сколько как День Настоящих Мужчин. Защитника в самом широком смысле этого слова. Среди традиций праздника, сохранившейся сегодня в бывших советских республиках, честование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во многих городах. Почему на самом деле этот праздник празднуется 23 февраля? Ведь из истории известно, что события не совпадают с датой. И это на самом деле так. Военные события в Пскове носят другой оппозиционный характер. Однако немцы захватили Псков 24 февраля 1918 года. Значит ни о каких победах Красной Армии не может идти речи. Только потом нам удалось одержать победу. Так в чем же логика? Оказывается, все дело в календарях. Именно они испутали советский народ, который сосомневался в истоках праздников. Многие страны зарубежной Европы жили по календарю под названием Григорианский и жили по нему начиная с середины 16 века. А Советский Союз вплоть до 1918 года существовали по старому Юлианскому календарю. Лишь только в 1918 году СССР перешел на новый календарь. Вот и все объяснения. В этот день принято почитать мужчин, занятых или когда-либо бывших занятыми в мужских профессиях, связанных прежде всего с риском, доблестью и отвагой ради защиты своей родины и соотечественников, военных, сотрудников силовых структур, органов безопасности и тому подобное. На сегодняшний день сложилась традиция поздравлять с 23 февраля всех представителей сильной половины человечества. Независимо от рода, деятельности или возраста, ведь так или иначе каждый мужчина является потенциальным защитником родины и своего народа. В обществе порой возникают ожесточенные споры. Прошедшие службы в армии мужчины обижаются, что поздравлять не только их. Как можно считать защитником отечества того, кто не отдал долг родине? Не служившие оскорбляются. Еще неизвестно, кто себя как покажет в случае чего. Женщины устало взмахивать руками. Поздравлять стало некого. Настоящие мужчины перевелись. Впрочем, все без исключения радуются дополнительному выходному дню. Но не у нас в стране. В Казахстане День защитников отечества празднуется 7 мая. Как было уже вышесказано, 23 февраля это неофициальный праздник в нашей стране. Но именно в этот день поздравляют всех от мала до велика. И даже тех, кто не служил. Но в любом случае, 23 февраля остается мужским праздником. Субтитры создавал DimaTorzok